Северсталь В одном из цехов Северсталь-Метиза запустили новую линию по производству холоднокатанных высокоточных профилей. Изменения в конструкцию вносили поставщики итальянские инженеры по замечаниям работников и клиентов Северстали. 26 мая в Северстале произойдут изменения в высшем руководстве. Алексей Мордашов намерен оставить пост генерального директора компании, чтобы стать председателем совета директоров ПАО «Северсталь». Должность генерального директора компании займет Вадим Ларин, являющийся сейчас первым заместителем генерального директора, директором по производству. Должность первого заместителя генерального директора будет сокращена. Кроме того, в структуре Северсталь-менеджмента будет создан совет директоров под руководством Алексея Мордашова. В официальном заявлении Алексей Мордашов отметил, что он переходит на пост председателя совета директоров в тот момент, когда Северсталь находится в очень хорошем состоянии, когда сложилась эффективная управленческая команда во главе с Вадимом Ларином, который работает в компании с 2003 года. Алексей Мордашов также подчеркнул, что на своем новом посту он останется глубоко вовлечен в деятельность компании и планирует сосредоточиться на решении стратегических вопросов. Северсталь продемонстрировала максимальную за почти 10 лет рентабельность. Таков результат работы компании в первом квартале 2015 года. В целом ситуацию в экономике нельзя назвать благоприятной. Спрос на основных рынках остается относительно стабильным, но цены на стальную продукцию и сырье продолжают падать. В результате выручка Северстали снизилась относительно четвертого квартала на 18,5% до 1,5 млрд долларов. Ебеда компании упала относительно четвертого квартала всего на 2%, до 590 млн долларов. Снижение показателя связано с падением цен, но компенсировалось операционными улучшениями. Как следствие, рентабельность по Ебеда по итогам января-марта достигла 38,5%. Это максимум почти за 10 последних лет. В первом квартале 2015 года Северсталь зафиксировала чистую прибыль в размере 343 млн долларов. На Карельском Акатыши прошла ежегодная встреча коллектива с генеральным директором компании «Северсталь» Алексеем Мордашовым. Он признался, что приезжает в Костомукшу уже 21 год подряд и очень хорошо помнит свой первый визит. Глава компании отметил, что обстановка в городе сильно изменилась. И произошло это во многом благодаря слаженной работе коллектива горно-обогатительного комбината. Первым делом Алексей Мордашов рассказал, что у компании довольно устойчивое экономическое и финансовое положение, что дает ей право с оптимизмом смотреть в будущее, несмотря на все риски и общую экономическую ситуацию в стране. Затем перешел к оценке работы Карельского Акатыша. Карельский Акатыш демонстрирует более стабильную работу, чем в предыдущие годы. Вы сами хорошо знаете, это из отчетности, которая, уверен, до вас доводится. Карельский Акатыш успешно завершил прошлый год, выполнив планы, и первый квартал тоже был хорошим. Однако генеральный директор холдинга отметил, что работникам предприятия следует усилить внимание к вопросам безопасности труда. Два случая травматизма и оба по вине самих рабочих – это, по его мнению, тревожный знак. И второе – это стабилизировать работу оборудования, чтобы не было простоев, как это случилось в этом году в карьере. Алексей Мордашов ставит перед Карельским Акатышем амбициозную цель – сделать продукцию предприятия самой дешевой в России. Вопросы же самих работников комбината в основном касались конкретных нужд. Так, председатель правкома спрашивал, почему снизились проценты оплаты за вредность на производстве и отменили дополнительный отпуск. А также, почему женщинам, находящимся в декретном отпуске, в Череповце платят гораздо больше, чем в Костомукше. Я задавал вопрос по поводу увеличения финансирования нашего отдыха. Но я думаю, мы все равно в этом направлении будем работать. Я просто еще являюсь представителем профсоюзной организации, поэтому мы спокойного жития работодателя не дадим, так что будем на этом настаивать. Вопросы касались также строительства крытого катка, финансирования деятельности молодежных советов. Решение этих вопросов зависит в целом от экономического положения предприятия. Сегодня оно в целом неплохое. Я надеюсь, что мы сможем его своей работой улучшить. И, наверное, тогда будет проще обсуждать все эти вопросы. И очень важно не успокаиваться и двигаться вперед. Ситуация совсем непростая, очень трудная, тревожная. Вы сами знаете, собственно, что все совсем непросто. Но, тем не менее, у нас есть нужный потенциал, и мы знаем, что делать для того, чтобы достичь большего в месте. Работать безопасно и прибыльно генеральный директор Воркута Уголь подвел итоги работы компании за первый квартал этого года. И поставил задачи на ближайшее будущее. На встречу с первым руководителем были приглашены и директора угольных предприятий, и рядовые сотрудники. В целом, работу Воркута Уголь в первом квартале 2015-го Вадим Шаблаков оценил на четверку с минусом по школьной шкале. Больше всего проблем возникало в области безопасности производства. Отстали от плановых показателей проходческие участки. Зато порадовали в целом экономические показатели и культуру производства. До конца года сотрудникам угольной компании необходимо наверстать упущенное и выйти на стабильную и предсказуемую добычу угля. Мы должны среди угольных компаний быть на лидирующих позициях по прибыльности и по безопасности. Вот цель, как формулируется. Если более конкретно, это выражается в трех направлениях. Первое, ну это безопасность, я уже сказал, цель нулевой, тяжелый травматизм, включая смертельный, и постоянно снижающиеся темпы легких травм. Второе, это максимальное удовлетворение потребностей наших клиентов. И третья, эффективность компании, она у нас всегда измеряется по угольным компаниям. Это затраты на тонну произведенного концентрата. Реализовать поставленные цели коллективу «Рокутауголь» поможет программа «Бизнес-система Северстали», новый виток которой будет запущен в Заполярье уже в мае. Угольщики возьмут на вооружение успешный опыт Череповца. После выступления генерального директора присутствующие смогли задать ему интересующие вопросы. По мнению участников совещания, польза от такого общения очевидна. Такие встречи нужны и важны, во-первых, потому что из первых уст, от первого лица люди узнают все проблемы, все наши задачи, все приоритетные направления. Замечательно, что на такие встречи приглашает не только руководство, но и рабочих, работников. Потому что мы, я вот со своей стороны, например, донесу до сведения своих, с кем я работаю, то, что говорилось о перспективах, что будет, как будет. Уникально и востребовано машиностроители Северстали возобновили производство легированных порошков. Других производителей этой продукции в России нет. Все поставки осуществляются из-за рубежа. Сотрудники промсервиса выполнили модернизацию и пусконаладку печей отжига железных порошков, необходимых для изготовления нового продукта. Специалисты домно-ремонта построили трубопровод, подающий газ в печи. Протяженность его больше километра. Обновленные агрегаты машиностроители запустили в работу. Производство легированных порошков имеет огромное значение не только для Тяжмаша, Северсталия. Огромное значение для всей России. Потому что мы единственные, кто может производить легированные порошки. Эти порошки нужны для того, чтобы изготавливать высокоточные детали для машиностроения, для автопрома, для КАМАЗа, для автоваза, для нефтегазовой промышленности. И наше производство, начало нашего производства, это большой шаг в рамках импортозамещения в целом в России. Более 50% поставок предназначены для производства автомобильных комплектующих. Ежегодно на участке будут производить порядка 360 тонн легированных порошков. Первые поставки готовой продукции запланированы уже в мае. Разработка новых видов высокопрочных марок стали, сокращение сроков доставки продукции и импортозамещения. Эти вопросы обсуждались во время визита делегации Северсталь на КАМАЗ. Поездка получилась насыщенной, а главное результативной для обеих компаний. Сегодня основной конвейер автомобильного гиганта работает три дня в неделю и выпускает около 120 автомобилей за смену. При возможности выпуска более 200. Чтобы выйти из кризиса, по мнению руководства КАМАЗа, необходимы новые модели машин с улучшенными характеристиками. А без связки с металлургами это невозможно. Во время прошедшего координационного совета стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества по разработке новых видов продукции из высокопрочных марок стали, совершенствовании логистики и сокращение сроков доставки. Стороны договорились о возможности перехода на более перспективную марку стали для производства лонжеронов автомобилей. Это повысит эксплуатационные характеристики машин. Практически по всем пунктам мы договорились, будем двигаться вперед. И тем более это важно для нашей компании. Для КАМАЗа это важно и в том числе в рамках импортозамещения, развития себя и ввода новой линейки своей продукции. А для нас это важно, это также новые продукты и новые рынки сбыта. Что важно сейчас автопроизводителям? С чего ждут они от металлургов и какие требования предъявляют? На эти вопросы ответил первый заместитель генерального директора, исполнительный директор ОАО КАМАЗ Юрий Герасимов. Рубрика интервью. Добрый день, Юрий Иванович. Сегодня российский автопром, как и вся экономика в целом, переживает не лучше времена. На что нам необходимо нацелить общие усилия для того, чтобы выжить в это непростое время? Ну, как вы правильно сказали, время непростое, но и автопром, он как индикатор промышленности страны. То есть он первым чувствует кризисные явления, они на автопроме, они в первую очередь отражаются. И автопром, он первым и начинает же из этих кризисных явлений выходить. И чтобы выйти более сильными, более обновленными, для этого мы должны переходить на новые модели. Мы, как производители автомобиля, на новые, с новыми характеристиками, техническими, значит, чтобы потребитель был более доволен ожидания после кризиса. Чтобы это все претворить в содружестве с вами, мы должны работать над качеством. Мы, автомобиля, вы поставляем нам металлопроката. Ну, естественно, снижение сдержек в производстве. Мы снижаем, вы снижаете, в итоге наш потребитель получает конкурентоспособный продукт, потому что мы производим коммерческий автомобиль. Он не для потребления, а для того, чтобы зарабатывать на нем. Поэтому и в свете того, что на сегодняшний день, какие явления происходят в стране, и вокруг нашей страны, вопрос импортозамещения, он очень остро стоит. И в этой ситуации то плечо, которое Северсталь представляет КамАЗу, в общем-то, это очень хорошо. И у нас здесь есть взаимопонимание, мы знаем, над чем работать, и работники Северстали тоже знают потребности КамАЗа. В общем-то, основные направления, на которые мы должны работать. Компания Северсталь является одним из ваших поставщиков. Какие зоны для улучшения вы видите? Ну, в общем-то, мы в части, вот то, что прошло наше совместное совещание, Координационный совет, многие вопросы там были отражены. Основной лейтмотив о том, что вы должны поставить для нас новые марки стали для производства лоншеронов, значит, и автомобили спецназначения с новыми характеристиками соответствующего качества. При этом, значит, и со стороны КамАЗа этот вопрос, он обоюдный. То есть, мы должны четко поставить задачи, что мы хотим получить от вас. И, естественно, значит, вы производите металл того качества, который необходим нам. Мы договорились о том, что будут созданы рабочие группы, которые будут обозначить и новые материалы. Работа будет строиться таким образом, улучшение качества уже выпускаемых стали, и перспективы, какие новые виды марок стали, необходимы для КамАЗа. Вот над этим мы сейчас и работаем. Я считаю, что состоящий разговор был очень продуктивным, но много еще предстоит сделать. Мы все-таки с оптимизмом смотрим в будущее. Какие перспективы развития грузового транспорта в России вы видите? Наши, будем говорить так, продавцы, аналитики рынка КамАЗовские прогнозируют все-таки во втором полугодии этого года рост продаж автомобилей КамАЗ. Поэтому, если так немножко шутливо сказать, как Лавров, министр на самом деле, сказал, там, мне говорят, не платят за оптимизм. Но мы все-таки с оптимизмом смотрим во второе полугодие. При этом мы не просто смотрим, но мы совместно с вами делаем все возможное для того, чтобы улучшить наш продукт. Я считаю, что раз вы наши поставщики, а поставщики, ну, будем говорить так, металлопроката для наших базовых узлов автомобиля, то поэтому мы совместно делаем все, чтобы потребитель получил качественный автомобиль с нужными характеристиками и по конкурентоспособной цене. В одном из цехов Севертальметиза запустили новую линию по производству холоднокатанных высокоточных профилей. Череповицкие столепрокатчики работают на подобной установке уже пять лет. Благодаря накопленному опыту новый стан сделали лучше. Изменения в конструкцию вносили поставщики, итальянские инженеры, по замечаниям работников и клиентов Северстали. О людях и машинах в нашем следующем сюжете. В цехе фасонных профилей праздник пополнения. В присутствии всего рабочего коллектива руководство перерезает ленточку открытия второй линии производства холоднокатанных профилей. Новая итальянская установка по производству полосовых профилей официально встала в строй. Позади полтора месяца пуска навалочных работ и пять лет отработки технологий на первом стане этой конструкции. Работа совместная наших и итальянских инженеров. Тот стан, когда мы запускали пять лет назад новое оборудование, для нас это было совершенно новое хай-тековское оборудование, класса которого мы пока не понимали, не знали, не чувствовали. В течение пяти лет мы проделали очень большую работу. Во-первых, мы усовершенствовали это оборудование, добавили специальные узлы по дополнительной очистке проволоки, потому что требования клиента, с которыми мы столкнулись на рынке, они оказались выше, чем наши ожидания. В год качества по желаниям клиента уделяется особое внимание. Точность, которую требует заказчик, – тысячная доля миллиметра. А объемы поставок растут. Новая линия увеличила производство на этом участке цеха в два раза – на 6 тысяч тонн готовой продукции в год. Основной потребитель продукта, который будет выходить с этого стана, единственная сегодня компания «Ротафранк». Эксклюзивный наш потребитель, с особыми требованиями. Поэтому отсюда и установка нового оборудования, и отсюда увеличение мощностей в адрес этого потребителя. Выгоду от новой линии получат не только заказчики, говорят сталипроказчики. Выигрыши и «Северсталь Метис». Улучшение условий труда благодаря автоматизации, новые рабочие места и расширение ассортимента выпускаемой продукции. Вот далеко не полный список. Это даст нам новые производственные мощности, соответственно, и удовлетворение клиента, потребности клиента, также новые рабочие места, ну и в общем развитие цеха. Здесь все настройки, параметры, размеры профиля задаются операторам на компьютере, и они выполняются уже и контролируются самим компьютером. Цех стальных фасонных профилей уже отгружает бунты готовой продукции с новой линии. О других событиях в жизни большой компании в рубрике «Новости» короткой строкой. Вторую жизнь карьерному экскаватору номер 14 дали ремонтники «Алкона». В ремонте 14-й простоял почти полгода, работы не раз приостанавливались, но все-таки обновленный почти на 100% экскаватор обрел боевую форму и красивый вид. Его капремонт обошелся ленингорским горнякам в 80 миллионов рублей. Десятикубовый экскаватор будет работать в забое. Лучшие студенты специальности обработки металлов давлением собрались в Череповце. Всероссийская олимпиада профмастерства прошла при поддержке Сибирстали. 25 студентов из пяти федеральных округов соревновались за победу. Среди них три студента из Череповецкого металлургического колледжа, но на правах принимающей стороны не могли претендовать на победу. К разработке теоретических и практических заданий олимпиады привлекались эксперты компании «Сибирсталь». По итогам двухдневного конкурса первый приз достался Алексею Миринову из Липецкого металлургического колледжа. В конце апреля Оленигорск становится центром саамской музыки и культуры. Творчество коренных народов Кольского Заполярия представляют в городе Горняков и Стар и Млад. Полдня на главной площади выставка декоративно-прикладного творчества саамских мастеров и образцы саамской кухни. Потом встреча в литературной гостиной «Анадисиар», уже десятый по счету фестиваль детских и молодежно-кеатрализованных постановок на саамском языке «Муайнас Лань», что переводится как «Сказочная страна». Алкон учредил специальный приз, которым наградил детско-юношеский фольклорный ансамбль под названием «Северная душа». Мир, труд, победа. Вечер под таким названием прошел в Череповце для ветеранов Северстали. С наступающим праздником участников мероприятия поздравил глава российской стали Сергей Торопов. Он вручил десяти ветеранам юбилейные медали «70 лет победы в Великой Отечественной войне». Продолжил мероприятие, совместный концерт коллективов дворца и клуба «Ветеран». В фойе для металлургов солисты исполнили песни военных лет. В Заполярье завершился детский турнир по хоккею с шайбой «Ледовый дебют». Соревнования прошли при поддержке компании «Воркута-Уголь» и были посвящены 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В первый налет вышли хоккеисты, возраст которых от 4 до 7 лет. Несмотря на то, что эти малыши не так давно взяли в руки клюшки, играли они по-взрослому, боролись за шайбу, атаковали, забивали голы. По результатам турнира победителям были вручены дипломы и кубки. Листопрокатный цех номер 2 «Черымка» отмечает свое 40-летие. О том, как работает самый мощный стан горячей прокатки в России, о коллективе и традициях в нашем следующем сюжете. Ровно 40 лет назад, в 1975 году, заработал листопрокатный цех номер 2 на Череповецком металлургическом заводе. К 1 маю не все было готово, но традиция есть традиция. Поэтому череповецкие металлурги не стали дожидаться, когда стан 2000 запустят немецкие поставщики. Пустили сами. А немцы потом удивлялись, увидев провозимый на майской демонстрации рулон. С тех пор прошло 4 десятка лет. За это время череповецкий прокат выпускали для всего мира несколько поколений металлургов. Сейчас на самом мощном стане горячей прокатки в России работает молодая и амбициозная команда, готовая к любым вызовам. Среди них и старший вальцовщик Алексей Архипов. Его взяли сюда после металлургического колледжа. Говорит, понравилось, поэтому остался. Сейчас в его подчинении работает бригада. Нужно и за производством следить, и за безопасностью. Он отвечает за сложный процесс получения из слябы относительно тонкого чернового листа металла. На данный момент на черновую группу у нас введена автоматика. То есть сейчас только мы следим за тем, что металл проходит через клетки. То есть и вмешиваемся только по минимуму. Дальше лист попадает на чистовую группу. Там он становится еще тоньше. В таком виде лист может отправиться потребителю, либо на следующие прокатные переделы. Именно там будет получена сталь для производства автомобилей, судов, оборонной промышленности. Всего прокатывается свыше 350 различных марок стали. Стан-2000 производит более 65% всего товарного проката предприятия. Это результат слаженной и дружной работы большого коллектива. Без командной работы невозможно достичь результата. С технологическим персоналом ежесменная, ежедневная совместная работа по достижению общих целей, как в технологическом аспекте, так и в ремонтном аспекте данной деятельности. Уже давно цех перевыполняет проектную мощность станов 6 миллионов тонн стали. Ежегодно оборудование модернизируется только за последние несколько лет. Инвестиции в реконструкции составили больше 2,5 миллиардов рублей. На сегодня завершены, либо в завершающей стадии ряд крупных инвестиционных проектов. Ну и параллельно идут и завершаются мероприятия, направленные на повышение эффективности. Мы провели модернизацию системы мерного реза Келк, которая позволила нам снизить расходный коэффициент на металл, а значит снизить себестоимость. Это установка рулона вязальных машин, ну и масса других, более мелких проектов. 30 апреля прокатчики отпразднуют не только 40-летие ЛПЦ-2, но и другой юбилей – выпуск 200-миллионной тонны товарного проката. Однако объемы здесь не сама цель. Сегодня цех удерживает самую низкую среди конкурентов себестоимость продукции. Это означает, что череповецкие металлурги работают с максимальной экономической эффективностью. Полмиллиона за хорошую работу. Компания «Воркутауголь» подвела итоги производственного соревнования среди проходческих бригад за первый квартал этого года. Трем лучшим вручены дипломы победителей и денежные сертификаты. Награждение прошло во Дворце культуры шахтеров во время очередного заседания клуба проходчика. На неформальную встречу были приглашены представители всех шахт «Воркутауголь». В приветственном слове генеральный директор компании Вадим Шаблаков поблагодарил горняков за их труд и отметил особую значимость подготовительных работ для будущего угледобычи Заполярья. По итогам первого квартала этого года определены три лидера производственного соревнования. Бригада Юрия Кафанова с шахты «Воркутинская» заняла третье место. На втором – коллектив Вячеслава Сизова с Комсомольской. Первое место жюри присудило бригаде Александра Фурмунчука с шахты «Северная». Победителям были вручены памятные дипломы и денежные сертификаты на 100, 200 и 500 тысяч рублей соответственно. В первом квартале наши бригады сработали с небольшим минусом, но на это были веские причины. Я уверен, что наши мероприятия, которые мы запланировали на следующий этап года, дадут свои результаты, мы перевыполним запланированный бизнес-план. Напоминаем вам, что конкурс видеороликов продолжается. Впереди сезон отпусков, и поэтому мы решили посвятить его теме путешествий. Присылайте кадры из мест, где вы побывали когда-то, ну и, конечно, отправляясь в отпуск. Не забудьте захватить видеокамеру или мобильный телефон, чтобы потом поделиться с нами своими впечатлениями. Итоги конкурса подведем осенью. Присылайте видео на наш почтовый ящик. А это была программа Северсталь Новости. До встречи после майских праздников.